Состоялось то, о чем я и говорил. Отчасти это имеет определенную опасность. Достаточно активная и очень массовая группа граждан. Ельцин и Лизюганов, естественно, наши товарищи тоже не могли остаться в стороне. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова программа «По левому краю». Снова обсуждаем информационный поток, произошедший за последнюю неделю. И выбираем из этого потока, на мой взгляд, наиболее интересные события. Чтобы их разобрать, обсудить, может быть, как-то препарировать под необычным углом, держа скальпель. Именно так, а не иначе. Но ничего не могу с собой поделать. Вернусь к тем темам, которые я обсуждал неделю назад. Которые рассказывал. Потому что, в принципе, сделав неделю назад ряд прогнозов, я с удивлением обнаружил, что они сбылись, и даже сбылись быстрее, чем я предполагал. И в каком-то смысле даже как-то качественнее. Ну, начнем с того, что тогда мы выходили во вторник, накануне заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое должно было рассмотреть. Вопрос о назначении рефривендума по поводу статуса Исаакиевского собора, который длительное время уже вопрос продавливается через городской парламент. Я предположил, что единороссы провалят. Это не проголосовав за вообще вопрос. И тогда он не наберет необходимое количество голосов просто для того, чтобы голосование состоялось. Но партия власти поступила еще экзотичнее. Вопрос был внесен в повестку дня заседаний. Совет фракции его утвердил. Но в самом начале заседания, когда обсуждается повестка дня уже самими парламентариями, с подачи одного из единороссов, даже не помню фамилию, но это и не столь важно. Там сейчас, собственно говоря, не очень запоминающиеся товарищи. Был поставлен вопрос, чтобы пункт о референдуме по Исаакию убрать из повестки дня. И, естественно, партия власти дружно это поддержала. И пункт слетел. Попытка депутатов от так называемых парламентских оппозиционных партий, попытка как-то это дело оспорить, не вызумела никакого действия. Естественно, топание ногами тоже не помогло. Собственно говоря, вопрос был снят, после чего даже состоялся такой небольшой исход граждан возле стены Мариинского дворца, где заседает законодательное собрание. Но ни к чему, кроме, по-моему, как к задержанию двух протестующих, это не привело. Собственно говоря, состоялось то, о чем я и говорил. Вопрос пролонгировали, отложили, сняв его с голосования. И тут же, на прошлой неделе, сначала комитет по законодательству снова внес его в следующую повестку дня, уже на эту неделю. То есть, то, что будет рассматриваться в среду 24 числа. А в понедельник 22 числа Совет фракций это дело подтвердил. Вопрос снова в повестке дня, и снова можно его тиражировать, вбрасывать в информационное пространство, обсуждать, возможно, проваливать, снимать и так далее. Более того, опять же, в прошлый раз я говорил, что, скорее всего, и судебные разбирательства по этим вопросам будут то откладываться, то проваливаться, то суд будет отказывать истцам, и те будут идти дальше. Это тоже состоялось. На прошлой неделе, 19 числа, суд, сейчас скажу, Октябрьский районный суд Петербурга, оставил без движения из группы депутатов, которые оспаривали бездействие городского парламента по вопросу о референдуме. Упирая на то, что по закону вопрос должен быть рассмотрен в течение 20 дней. В свою очередь, партия власти заявляет, что в течение 20 дней она вопрос рассмотрела. А как рассмотрела и где? Рассмотрела, например, в Комитете по законодательству. А дальше уже пошла процедура, и вопрос может висеть сколь угодно долго. Для примера могу сказать, что недавно законодательное собрание закрыло законопроект, который висел с первого чтения, чтобы не соврать 6 или 7 лет в канцелярии законодательного собрания. Пройдя первое чтение, он завис. Собственно говоря, с любым законопроектом можно проделывать то же самое. Этого боятся, соответственно, инициаторы референдума и пытаются всячески воздействовать. Пока у них не очень получается, но вопрос заново внесен. Скорее всего, будет дальнейшее информационное ободание по этому поводу. Ну, то, о чем мы с вами уже и говорили. Но на этом фоне встает два других интересных события, о чем я также предупреждал. И что, на мой взгляд, сегодня было бы интересно обсудить уже как основную новость. А именно. Во-первых, если касаться не уходить из Санкт-Петербурга, то появилось опять же на прошлой же неделе практически одновременно с новостями о том, что ЗАГС снял вопрос по референдуму об Исаакии. Тут же появилась новость о том, что вице-губернатор города, господин Албин, объявил о том, что он собирается инициировать референдум по поводу нового названия стадиона на Крестовском острове. Многострадального стадиона, об который было сломано уже много копий. Даже сломаны какие-то судьбы теми, кто участвовал в этом процессе. Потрачены безумные деньги каждый раз, новые и новые. Произошла смена трех или четырех подрядчиков и субподрядчиков. В общем, эпопея длинная. И вот теперь этому стадиону многострадальному, иначе его в городе, наверное, сложно назвать, тем не менее предлагается провести по вопросу названия референдум среди жителей Санкт-Петербурга с тем, чтобы определиться, как же его дальше называть. То ли это Зенит-арена, то ли есть те, кто хотят по праву преемственности, чтобы он назывался, опять же, Кировским стадионом, как было, вернее, стадион имени Кирова, тот, который был на этом месте. Ну, и так далее. И вот с моей точки зрения, это ложится в ту самую канву, о которой я говорил. И сюда же, на прошлой же неделе, прилетела другая новость, которую, опять же, тоже предвосхищали мы относительно ситуации в Москве по поводу сноса пятиэтажек. Я говорил, что, возможно, эту ситуацию также будут выводить на референдум. Хотя, мне казалось, что он затрагивает не такую большую долю населения Москвы, чтобы выносить это дело на общегородской референдум. Однако, оказывается, вопрос-то действительно затрагивает очень многих жителей столицы. И поэтому, инициативная группа граждан уже заявила о том, что она будет подавать документы для проведения референдума в Москве о законе по реновации, который предусматривает снос вот этих пятиэтажек. То есть, о чем мы уже с вами и говорили. Естественно, что все это, скорее всего, будет выходить по времени. К сентябрю это не успевает, к ближайшему единому дню голосования. Соответственно, все эти референдумы можно будет вывести под март 2018 года, под президентские выборы, для того, чтобы обеспечить явку. Об этом я уже неоднократно говорил. Ну, то есть, затрагиваются те слои населения и вытаскиваются на избирательные участки, которые до сих пор в политической активности не были замечены. В Питере это сначала, скажем так, сфера культурная была затронута. Это музейные работники, просто люди, которые стоят за светский образ жизни нашего государства и за просвещение, а не за мракобесие. И поэтому они выходили вот на эти многотысячные митинги протеста на Марсово поле. Они же, естественно, придут на избирательные участки в случае, если референдум будет проводиться. Теперь, с подачи господина Албина, правда, потом появилась информация, что это свое письменное заявление в Твиттере он аннулировал. Тем не менее, информация была вброшена и, скорее всего, вброшена неспроста, а чтобы ее обсудить, посмотреть, может быть, зайти с другой стороны. Но, тем не менее, референдум по названию нового стадиона для городской команды футбольной, он, опять же, преследует, на мой взгляд, одну единственную цель. Вытащить на избирательные участки тех, кто, с точки зрения власти, на выборы обычно не ходил. В данном случае, болельщики и футбольные фанаты. Достаточно активная и очень массовая группа граждан. Сплоченная. Со своей дисциплиной. То есть, если руководители фанатских клубов призовут участвовать, будьте спокойны, болельщики пойдут. Пойдут на избирательные участки, если до сих пор даже они никогда не участвовали в политике, пойдут для того, чтобы только проголосовать за то или иное название своей будущей арены, на которую они будут ходить, болеть за любимую команду. В Москве это подтягивание людей, которые тоже, скорее всего, не так часто ходили на выборы, поглощенные своим бытом, тяжелым бытом. Вот эти вот старые хрущевки и так далее. То есть, это не самый фэшнебельный сегмент недвижимости Москвы. Скажем так, мягко. И вот его-то, собственно говоря, и пытаются вытянуть. И выстраивается довольно интересная тенденция. Власть пытается с помощью такого механизма, который раньше она в упор не видела, несмотря на то, что он прописан в Конституции, а именно референдум, пытается решить свои проблемы и задачи. Но, тем не менее, в каком-то смысле она прививает гражданам моду на референдумы. Отчасти это имеет определенную опасность в будущем для той же власти. Но сейчас, в силу своих сейминутных потребностей, она пытается решать вот эту задачу, а именно повышение явки и создание такого более увесистого багажа легитимности для того, кто будет избран президентом, а именно для кандидата в партии власти. Сразу же хочу предвосхитить критику в мой адрес сторонников проведения референдумов, как в Москве, так и в Питере, что, дескать, я дискредитирую это движение. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. И более того, я поддерживаю эти движения. Здесь у нас в Северной столице уже давно начался в интернете сбор подписей тех, кто потенциально готов прийти на референдум, поддержать, вернее, прошу прощения, поддержать, потому что мало продавить назначенный референдум. Потом инициативная группа должна будет собрать, если ничего не путаем, не менее 100 тысяч подписей. И вот этот предварительный сбор подписей уже идет в интернете. Поэтому я сразу же предвосхищаю тех, кто будет недоволен моими комментариями, хочу сказать, я на вашей стороне, я уже давно свою подпись поставил. Более того, те, кто нас смотрит и еще этого не сделал, я призываю это сделать. Это несложно. Яндекс, Гугл, найдите сайт по сбору предварительных подписей в поддержку референдума и оставьте свои данные, если вы действительно сторонник этой идеи. А я надеюсь, что таковых среди зрителей Красного ТВ предостаточно. Но я стараюсь разъяснить, какие же цели преследуют в этих процессах те или иные политические силы. Надеюсь, что это интересно. И в дальнейшем вы будете присылать как отзывы, так и распространять наши ролики по сети интернет. Ну, а в заключении сегодняшнего выпуска я хотел бы, с моей точки зрения, привести новость более курьезную, чем действительно важную и политическую. Но, тем не менее, она состоялась также на прошлой неделе и выглядит следующим образом. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что женщина в настоящее время не может стать президентом России. Дальше Геннадий Андреевич пояснил, с чем это связано. Что, дескать, в период кризиса, санкций и военной опасности работать надо по 15 часов в сутки, без выходных и проходных. А значит, эту работу выполнить женщина не может. Соответственно, кандидатом в президенты должен быть только мужчина. Вот, с точки зрения, наверное, политтехнологов, я понимаю, что Геннадий Андреевич свои шансы режет капитально. Потому, что вот после таких заявлений он потерял, наверное, львиную долю тех, кто ходит на выборы и может за него проголосовать. Хотя, могу сказать, что и раньше отношения с женской половиной населения нашей страны у Геннадия Андреевича складывались, как мне кажется, подчеркиваю, как мне кажется. Не самым лучшим образом, я имею в виду в электоральном поле и в выборном, не имею в виду все остальное, это личное дело каждого гражданина. А вот по поводу симпатий на выборах приведу лишь один такой пример. Тот самый 96-й год, когда мы, как мы помним, было ключевое противостояние, второй тур. Геннадий Андреевич Зюганов, как главный оппозиционер, глава Народного Патриотического Союза России, лидер всей оппозиции. И Борис Николаевич Ельцин, которого семья банкирщина возвращала буквально из небытия трехпроцентного рейтинга, накачивала его и вывела во второй тур. И вот помню, как после второго тура один из моих соратников по РКРП буквально со слезами на глазах рассказывал, что его сестра отказалась голосовать за Зюгану. Да, да. Ну, положим руку на сердце. В 96-м году РКРП, естественно, при таком раскладе, когда стоит противостояние Ельцин или Зюганов, естественно, наши товарищи тоже не могли остаться в стороне. И на выборах, ну, кто дошел до выборов, тот голосовал, скорее всего, не могу сказать за всех, но тем не менее, скорее всего, голосовал, естественно, не в пользу Ельцина. Это понятно. Так вот, мой товарищ жаловался, говорит, моя сестра, буквально с кровавыми слезами на глазах жалуется. Представляешь, она отказалась голосовать, знаешь, почему? Говорит, а он выглядит несексуально. Это вот к вопросу о пиар и политтехнологиях. Тогда, наверное, действительно пиарщики Геннадия Андреевича прокололись, неправильно преподнесли его образ. И вот теперь Геннадий Андреевич сам режет работу пиарщиков, делая вот такие заявления. Я думаю, следующее было бы заявление, что все, кто держит, скажем, домашних животных, они неправильно поступают. Тогда Геннадий Андреевич потерял бы еще огромный сегмент избирателей, всех тех, кто ухаживает дома за своими питомцами, собаками, кошками, морскими свинками. И тогда бы политтехнологи, наверное, вообще бы работающие в штабе Зюганова, хватались бы за оговорку. Но при этом хочу сделать другую оговорку. Как я уже говорил, с моей точки зрения, от КПРФ на выборы пойдет не Геннадий Андреевич Зюганов на президентские выборы в ближайшем, в 2018 году. И с этой точки зрения, несменяемый уже многие годы лидер КПРФ может делать какие угодно заявления. Более того, в каком-то смысле он может делать нарочито вот такие провокационные и режущие поддержку заявления, чтобы на его фоне преемник выглядел, ну, как в той старой схеме плохой, хороший полицейский. Новый претендент сможет сказать, да нет, Геннадий Андреевич ошибался, женщины главный двигатель нашей российской политики. И, собственно говоря, они-то всегда поднимали своих мужей, чтобы пойти проголосовать или поучаствовать в забастовке, или вообще, да мы помним, как в 2017 году, с чего началось. То есть, женщины, стоящие в очереди за хлебом, которые его не дождались, вышли и перекрыли улицу. И, собственно, и дальше, 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 дальше. И вот это все, собственно говоря, на фоне таких, скажем, в кавычках неправильных заявлений Геннадия Андреевича, будет в каком-то смысле оттенять нового претендента и выгодно его преподносить. Ну, это, я уже сказал, такая несколько довольно легкая новость, в каком-то смысле курьезная. На ней, собственно говоря, и закончим. Через неделю ждем вас снова на нашем канале, чтобы разобрать те новости, которые поступят к нам за этот промежуток времени. До новых встреч!